Тайная война. Агент Гарбо. Мадрид. Весна 1941 года. В немецкое посольство вошел невысокий испанец. И это изменило ход Второй мировой войны. Он представился сеньором Лопесом. Это был обман. Он сказал, что хочет быть шпионом на службе Германии. И снова обман. Но в немецкой секретной службе ему поверили. Он был обманщиком мирового масштаба. Он соткал паутину изощренной дезинформации, которая помогла обмануть самого Гитлера и сокрушить нацистский режим. Шпионская сеть, которую он создал, пока служил британской разведке, была грандиозным обманом, а завербованные агенты – плодом его богатого воображения. Но главное, что в день Д его обман помог отвлечь 350-тысячное немецкое подкрепление на отражение вымышленной атаки, никогда не существовавшей армии союзников. Это правдивая история искусного обманщика, несравненного актера, идеального двойного агента, «Шпиона, который спас день Д» – агента Гарбо. Хуан Пуйоль Гарсия родился в 1912 году в Барселоне, в столице Каталонии, на севере Испании, и воспитывался в комфортной политически-либеральной обстановке. Его ожидала ничем не примечательная жизнь птицевода, но в 1936 году в Испании разразилась гражданская война. 24-летний Хуан Пуйоль презирал политический экстремизм и с помощью поддельных документов два года уклонялся от воинской службы. Но его судьба приняла неожиданный оборот, когда он сначала вступил добровольцем в республиканскую армию, а затем, рискуя жизнью, перешел на сторону националистов генерала Франко. В 1939 году генерал Франко одержал победу и стал диктатором Испании. В Гражданскую войну молодой Пуйоль воевал за обе стороны, и это было красноречивым пророчеством его будущего. Вскоре другой диктатор, Адольф Гитлер, победным маршем зашагал по Европе. 1 сентября 1939 года войска нацистов торглись в Польшу. Двумя днями позже Британия объявила войну Германии. Началась Вторая мировая война. Хуан Пуйоль, который к тому времени женился и владел небольшим отелем в нейтральной Испании, в смятении наблюдал за происходящим. Он был страстно убежден, что, испытав превратности гражданской войны в Испании, он лучше других понимал, какая участь уготована остальным странам Европы. И считал, что это конец цивилизации. В мае 1940 года немецкий Блицкрик с мерчем пронесся по северу Франции и смел британские войска в море. На глазах Пуйоли либеральная демократическая Англия в одиночку пыталась держать наступление фашистов и терпела поражение. Британия была единственной мировой державой, противостоявшей Германии. Думаю, в тот момент Хуан Пуйоль встал на сторону британцев, потому что они были единственным народом, чьи представления о жизни полностью совпадали с его собственными. Но что мог сделать один человек? Пуйоли решил, что его долг – помочь британцам любым способом. В январе 1941 года жена Пуйоля посетила британское посольство в Мадриде и предложила его услуги в войне с немцами. Это предложение от никому неизвестного испанца было сразу же отвергнуто. Но Пуйоль был не из тех, кто принимает отказ. Твердо решив послужить британцам, Хуан Пуйоль предпринял дерзкий и опасный шаг. Он отправился в немецкое посольство в Мадриде и, притворившись ярым нацистам, предложил свои услуги немцам. Немцы проявили не больше энтузиазма, чем англичане. Они сказали, что на самом деле им был нужен человек в Англии. Без настоящих официальных документов это невыполнимая задача. Но и здесь, не приемляя отказа, Пуйоль твердо решил, что станет этим человеком в Англии. Выдав себя за сотрудника испанского посольства, он вынудил работников одной типографии сделать ему документ, который выглядел совсем как настоящий дипломатический паспорт. На встрече, назначенной в кафе, Пуйоль показал паспорт сотруднику немецкой разведки, зондерфюреру Карлу Эриху Кюленталю. Он делал поразительные заверения, например, что у него есть виза для въезда в Англию, тогда как никакой визы у него не было. Все это было настолько рискованно, что в современном мире наверняка стало бы предметом интереса психиатров. Кюленталь, работавший под псевдонимом Карлос, был впечатлен. Пуйоль обманом убедил Кюленталя, что может попасть в Англию. В стремлении помочь британцам Пуйоль внедрился в германскую разведку. В немецкой секретной службе, Абвере, у Юля обучили классическому искусству шпиона, тайнописи. Он должен был писать невинные письма на испанском и затем записывать свои секретные отчеты невидимыми чернилами между строк. По получению письма от Пуйоля, Карлос, его куратор в Мадриде, с помощью специального состава будет читать британские секреты. В июле 41-го года новоиспеченный немецкий шпион под оперативным псевдонимом Аларих выехал с женой из Мадрида в Португалию с заданием получить журналистскую аккредитацию и отправиться дальше, в Англию. Его снабдили чернилами для тайнописи, шифром для шифровки сообщений и тремя тысячами долларов из казны Абвера. Официально Португалия занимала нейтральную позицию, но ее столица, Лиссабон, была шпионским гнездом. Люди всех национальностей собирались в этом ключевом Атлантическом порту на перекрестке, раздираемой войной Европы. Беженцы платили фамильными ценностями за билет в Америку. Агенты разведок торговали информацией. Пуёль надеялся, что предъявив шпионские принадлежности в британском посольстве в Лиссабоне, он, наконец, убедит англичан в своей ценности. Но он не смог добиться даже аудиенции. И это было большой проблемой. Хотя поддельные проездные документы и помогли ему одурачить немецкую разведку с ними, он не мог попасть из Лиссабона в Лондон. Но теперь Карлос, его куратор в мадридском отделении Абвера, ждал от своего нового агента Алариха первого отчета в письме с английским штемпелем на конверте. Как он объяснит, что письмо отправлено из Лиссабона? Пуёль нашел гениальное решение. Он придумал себе воображаемого помощника. Голландская авиакомпания КЛМ продолжала совершать рейсы между Лиссабоном и Англией, несмотря на войну. Пуёль, он же Аларих, написал, что завербовал стюардессу, которая будет забирать письма в Лондоне. По доллару за штуку и отправлять их из Лиссабона. Таким образом, отмечал он, британская цензура не сможет перехватывать письма. Пуёль с нетерпением ждал результата. Поверит ли Кюленталь в его обман? Мадридское отделение Абвера прислало письмо с похвалами в адрес своего нового агента Алариха. Обман сработал, но только умножил проблемы Пуёля, поскольку теперь немцам требовались факты от их английского агента. Он никогда не бывал в Англии и ничего не знал ни о самой стране, ни о характере и особенностях ее жителей. Ему предстояло убедить немцев, что он действительно находится в Британии, тогда как он ничего о ней не знал. В полной решимости Пуёль искал ответы на вопросы о Британии в публичной библиотеке Лиссабона. Он купил карту Великобритании, путеводитель по Англии, книгу о британском военно-морском флоте и англо-французский словарь военных терминов. Он взял реальные адреса британских производителей из рекламных объявлений в журналах. Создавая в своих отчетах образ нациста, он начал придумывать и первых информаторов для своих немецких хозяев. Первого из них, агента Карвалью, он сделал португальцем, проживающим в Ньюпорте, Южный Уэльс. Его задание докладывать о передвижениях сухопутных и военно-морских сил на Юго-Западе. Второго созданного им агента Герберса из швейцарских немцев он поместил в Бутле. Ему поручено следить за ливерпульскими доками и северо-западом Англии. Для работы в Шотландии и на северо-востоке нужен был третий агент. И богатое воображение Пуёля произвело на свет независимого в средствах венесуэльца, выпускника университета Глазго. Его задание – докладывать о военных приготовлениях в Глазго и на реке Клайд. Поместив себя самого на Юго-Востоке, Пуёль одним рощерком своего пера дал немцам шпионскую сеть, которая опутала всю страну. Поскольку свои отчеты о якобы увиденном в Британии Пуёль писал из Лиссабонской библиотеки, он неизбежно допускал ошибки. Со слов агента номер три он писал, что в Глазго есть люди, готовые на все за литр вина. В другом отчете он писал, что спасаясь летом от лондонской жары, иностранные посольства переезжают в Брайтон. И то, и другое – несвойственные британцам континентальные привычки. Больше всего Пуёль боялся, что какая-нибудь ошибка выдаст его обман Абберу. И тогда за него возьмется гестапо. Ему нужно было как можно скорее заручиться защитой британцев или спасаться бегством. По иронии судьбы, самая большая угроза безопасности Пуёли исходила не от немцев, а от британцев. Британская разведка Ми-6 обратила внимание, что в расшифрованных тайных посланиях немцев упоминаются британские фирмы и адреса. Оперативные отчеты немцев привели британскую контур-разведку Ми-5 к выводу, что в Британию проник немецкий агент под оперативным псевдонимом Аларих. Но вскоре англичане поняли, что этот агент не мог находиться в стране, потому что его отчеты были исключительно странными. Он докладывал о несуществующих воинских частях, об отправлениях несуществующих морских конвоев, о военно-морских учениях на озере Уиндермир. Самым верным способом для Ми-5 остановить шпиона было выдать его обман. Буйоля спасло от краха лишь то, что в лондонском Ми-5 случайно узнали, что какой-то испанец из Лиссабона предлагал свои шпионские услуги Британии. Теперь все встало на свои места. Мог ли этот испанец быть тем самым несведущим немецким шпионом Аларихом? Союзникам очень повезло. Им был нужен именно такой фантазер, как Хуан Буйоль. И он появился как нельзя кстати. Год спустя, после первой попытки выйти на британскую разведку, Хуан Буйоль наконец установил контакт. В конце 42-го года Пуйоль поселился в половине особняка на две семьи в пригороде Лондона. Его сын и беременная жена остались в Лиссабоне. В ходе ежедневных интенсивных переговоров англичане узнавали его фантастическую историю. Был ли он тем самым таинственным агентом Аларихом? Действительно ли он был немецким шпионом, желающим работать на Британию? Или верным нацистом? Стремясь доказать, что он и есть Аларих, Хуан Буйоль предъявил копии 38 писем, написанных им немецкой разведке за 9 месяцев. Он надеялся доказать свою лояльность, передав Британии письма и вопросы, полученные им на микропленке от своих немецких кураторов. В одном важном письме говорилось, что агент Герберс наблюдал отправление морского конвоя из Ливерпуля на Мальту. Рассказ полностью совпадал с одним из тайных посланий немцев, перехваченных британцами. Это не оставляло сомнений в том, что Пуйоль именно тот, за кого себя выдает, немецкий агент Аларих. И в Ми-5, наконец, поверили, что он на их стороне. В начале 40-х, однако, на звезда сияла ярче остальных в Голливуде. Но в Ми-5 величайшим в мире актером считали Пуйоля. В качестве псевдонима так и напрашивалось имя Гарбо. Как лучше всего использовать Гарбо в качестве британского агента, было неясно. Куратором Гарбо должен стать офицер, который сумеет использовать его удивительное воображение. В порыве вдохновения Ми-5 назначила куратором Томаса Харриса. Томми Харрис был уникален для Ми-5 с того времени. Он был готов дать своему двойному агенту большую свободу действий. Он понимал, что этот человек действовал по велению сердца, обладал воображением и отпустил его в свободный полет. Особняк в пригороде Лондона служил идеальным прикрытием для Хуана Пуйоля. А когда к нему переехали жена и сын, этот дом стал семейным очагом. Хотя теперь, работая на британцев, Гарбо каждый день ездил в безымянные офисы на Джермен-стрит, основной задачей оставалось написание секретных писем, чтобы немцы не догадались о произошедшей перемене. В Ми-5 сильно осложнили эту задачу, настояв на том, чтобы Пуйоль печатал свои письма на пишущей машинке. Он никогда раньше не пользовался пишущей машинкой. Изменился и способ тайнописи. Вату заменило перо. Неизменным оставалось только то, что Пуйоль и Дали играл роль многословного фанатичного нациста, готового рискнуть жизнью ради провозглашенного фюрером нового мирового порядка. «Англию нужно захватить силой оружия», писал он. «Обрушиться на нее, разгромить и починить себе, подорвать изнутри и уничтожить ее потенциал». Я завершаю это письмо со вскинутой рукой в знак поминовения павших товарищей. Огромный талант Пуйоля проявился в том, что он сумел полностью слиться со своим вымышленным персонажем, с этим законченным ярым нацистом. Судя по письмам его немецкого куратора в Мадриде, он ничего не подозревал. Теперь, когда к союзникам примкнули Соединенные Штаты, его больше беспокоила возможность одного из крупнейших наступлений. Немцы опасались вторжения во Францию, но не знали, когда и где оно произойдет. Они писали Гарбу, что сведения о планах британского вторжения имели жизненно важное значение. Не зная, в каком месте британцы решат нанести удар, немцам приходилось оборонять все побережье Северной Франции. Они начали создавать многокилометровые минные поля, возводить ограждения из колючей проволоки, бетонные стены и укрепленные орудийные позиции. В 1942 году боеготовность Атлантического вала еще оставляла желать лучшего, и у немцев были все основания для беспокойства. Чтобы укрепить доверие к Пойолю как источнику информации о вторжении, Харрис придумал ему работу в BBC и Министерстве информации внештатным сотрудником по пропаганде. Созданная Гарба-сеть работала и расширялась. Пойоль поставил на службу немцам новых, полностью вымышленных агентов. Сержант Королевских ВВС, которого он назвал просто номер 3, находился в Глазго, в Шотландии. Официант Гибрал Тарец, агент номер 4, базировался в Сохо, в Центральном Лондоне. На самом деле, вся информация поступала из офиса на Джермен-стрит. Харрис, Уйоль и их помощница теперь отправляли по 2-3 длинных письма каждую неделю. В письма включалось как можно больше дезинформации, чтобы запутать противника и лишь немного малозначительных факторов. Следующий шаг был критически важен доказать высокое качество передаваемой Гарбу информации. В ноябре 1942 года союзники приступили к операции «Факел» — широкому морскому наступлению на побережье Северной Африки, оккупированной странами Оси. На формирование и подготовку такого огромного количества войск ушли месяцы. Немцы были вправе ожидать, что агенты Гарбу в Британии соберут достаточной информации, чтобы заранее узнать о готовящейся операции. Перед Харрисом и Пуйолем стояла дилемма. Если предупредить о наступлении, это поставит под угрозу высадку войск, а отсутствие достоверных отчетов угрожало срывом операции Гарбу. Для разрешения дилеммы им нужно было сделать дыру в своей тщательно выстроенной сети. Гарбу написал в Мадрид, что агент Герберс в Мерсисайде заболел, и отчетов из этого региона не ожидается. Позже он сообщил печальное известие, что его поображаемому агенту на северо-западе стало хуже, и тот умер, поэтому информационное молчание продлится. Ми-5 даже напечатала фальшивый некролог в газете «Ливерпуль Дейли-Пост», и Пуёль отослал его немцам как доказательство. Чтобы укрепить доверие к себе, по мере приближения дня операции, факел Гарба передал немцам немного точных сведений. Один из его вымышленных венесуэльцев, Глазго, доложил об отправлении каравана морских судов из порта. По его словам, они были окрашены в цвета средиземноморского камуфляжа. Когда боевые корабли уже подходили к берегам Северной Африки, Пуёль, дабы отмести все сомнения в верности Гарбо, предупредил немцев авиапочтой о времени и месте высадки десанта. Это письмо с фальшивым, более ранним штемпелем было получено только после вторжения. Союзники почти не встретили сопротивления, и операция «Факел» прошла успешно. Миссия «Гарбо» по укреплению доверия к своей сети также завершилась триумфом. Немцы расценили предупреждение как отличную информацию, которая опоздала лишь из-за обычных войну перебоев с почтой. Они настолько были довольны точностью, если не своевременностью доклада, что решили выдать премию и на 50% поднять зарплату каждого агента. Аппетит Абвера к высшим секретам Британии только усиливался, заваливая работой маленькую группу Ми-5 на Джермен-стрит. Нагрузка самого Гарбо была непомерна. Он писал сотни секретных отчетов по две тысячи слов каждый. Невероятно, но он сам писал даже текст прикрытия для каждого письма и выбивался из сил. Ми-5 предложила Гарбо перейти на радиосвязь, что избавило бы Пуёля от необходимости пользоваться тайнописью и писать письма прикрытия. Радио обеспечивало мгновенную связь, и Кюленталь воспринял это предложение с энтузиазмом. Но работы у Гарбо убавилось ненадолго. Он продолжал расширять созданную своей фантазией шпионскую сеть. Покойного беднягу агента Герберса заменили тремя новыми агентами. Британский чиновник на хорошей должности в испанском отделении Министерства информации ничего не подозревающий информатор Джей-3. Агент номер 5, венесуэлец, брат агента номер 3, присоединился к тому в Шотландии. Агента номер 6 Пуйоль сделал ярым антисоветчиком. Он будет докладывать о происходящем в Северной Африке. Все они были плодами воображения одного единственного экстраординарного человека. У каждого из них были свои проблемы. Неприятности с женой, подругой, финансовые затруднения. Они жили в разных частях страны, в которых сам Гарбо никогда не бывал. Все это было замечательно придумано. Чем больше агентов, тем больше требовалось сотрудников Ми-5 на Джермен-стрит. Было ясно, что обработать такой объем информации одному человеку не под силу. Поэтому Гарбо решил нанять себе в помощь вдову Герберса. Согласно придуманной для немцев легенде, она переехала из Бутли и жила в семье Пуйоле в Хэндоне. Гарбо дал своему последнему персонажу довольно мелодраматичный псевдоним. Вдова. Пуйоль получал удовольствие от работы. Думаю, ему и впрямь нравилось то, что он делал. Его агенты жили, дышали, они убедили в своем существовании немцев и, думаю, в каком-то смысле даже самого Пуйоля. Немецкая разведка была уверена, что имеет в Британии надежную шпионскую сеть. Но Пуйоль сделал все, чтобы никакой шпионской сети на самом деле не было. Во всем ему доверяя, Абвер отправил Гарбу 17 микрофотографий с планом тайной радиосвязи и новую совершенно секретную таблицу шифров для шифровки радиосообщений. «Надеемся, что вы сумеете сохранить эти материалы», писали немцы, «и не допустить, чтобы они когда-либо попали в руки противника». Ми-5 отправляла все материалы напрямую дешифровщикам в Блэчли парк. Немцы и не догадывались, что дешифровщики уже читают их самые секретные внутренние сообщения. Англичане печатали сообщения Гарба черным цветом, напротив перехваченных немецких радиосообщений с его сведениями, напечатанных красным. Очень скоро их набралась толстая папка. Очевидно, всем материалам Гарбу придавалось первостепенное значение, и каждый военный отчет, посланный им в Мадрид, тут же передавался в Берлин. Теперь Томми Харрис был уверен, что создал настолько мощный канал дезинформации, что он мог стать орудием для вторжения во Францию. До высадки во Франции оставался год интенсивной подготовки и тщательного планирования. Пуёль, пользуясь непоколебимым доверием немцев и располагая сетью всевидящих и надежных агентов, был готов сыграть свою роль в крупнейшей в истории операции по дезинформации. План высадки во Франции в день Д в июне 1944 года носил название операции «Оверлорд». Командующие операции генерал Эйзенхауэр и фельдмаршал Монгомери знали, что это будет самым рискованным моментом за всю войну. Нацистский министр пропаганды Йозеф Геббельс тоже понимал, что это вторжение – крупная авантюра. «Они все поставят на одну карту», сказал он, «и очень быстро проиграют войну, если эта карта будет бита». Все шансы были против союзников. Их готовился встретить, наверное, величайший солдат Германии фельдмаршал Роммель. Он принял командование Атлантическим валом и укрепил сотни миль береговой линии непреодолимыми ограждениями и окопами. Каждый пляж он превратил в зону смерти, густо усеянную минами, и укрепил пехотой и артиллерией. Роммель считал, что силы союзников должны быть разбиты в самом начале, еще на пляжах, и знал, что первые сутки вторжения станут решающими. Но Роммель и Верховное командование не знали, когда может состояться высадка, и не знали, где это произойдет. Если бы Гарбу удалось одурачить немцев относительно времени и места основного удара в день Д, высадка могла бы иметь успех. Непрерывно растущая команда агентов в Гарбу была переброшена на южное побережье Англии. Официант Гибралтарец отправился в Саутгемптон. Отставной валийский моряк отвечал за дувр. Индийский поэт под оперативным псевдонимом Веташ находился в Брайтоне. Валийский фашист из братства ордена арийского мирового порядка контролировал Харвич. Куйоль даже утверждал, что завел роман с одной секретаршей в Министерстве информации. И якобы завербовал сержанта армии США, чтобы объяснить свой доступ к информации о перемещениях войск. Еще никогда его сеть не была такой разветвленной и мощной, а вера немцев на нее столь сильной. По правилам военной науки мишенью вторжения из Британии должен был встать по Декале. Это было ближайшее к Англии место. Немцы несли дозор вдоль всего Атлантического вала. Они знали, что флоту вторжения придется пересечь Ла-Манш, и знали, что затем в пролив должны будут пересечь суда снабжения, и так по многу раз каждый день. Но именно потому, что это было ближайшим и самым очевидным вариантом, немцы возвели в портах по Декале мощные укрепления. Поэтому Эйзенхауэр и Монгомери его отвергли и выбрали самые отдаленные из возможных мест высадки, менее защищенные пляжи Нормандии. Запланированное Монгомери наступление силами восьми союзных дивизий могло встретить сопротивление всех 59 немецких дивизий во Франции. Если немцы сосредоточат силы в Нормандии, высадка обречена на провал. Гарбо должен был стать ключевым звеном сложной дезинформации, цель которой удержать немцев по Декале и не пустить их в Нормандию. 70 дней до дня Д. Моряк Валиец сообщил о 20 тральщиках и 50 канонерках в порту Дувра напротив Кале. 56 дней до дня Д. Валийский фашист агент Пуёля доложил о баржах и новых погрузочных трапах на пляже Феликстоуи на восточном побережье Англии. 45 дней до дня Д. Хамивы и Жор докладывает о скоплении множества солдат первой группы армии США в Тонтоне в графстве Деваншир. Этой первой группы армии не существовало как и других объектов наблюдения. Это была армия призрак состоявшей из 11 несуществующих дивизий насчитывавших 150 тысяч вымышленных солдат дислоцированных на юго-востоке Англии недалеко от Паде Кале. Совершенно секретно запрещается воспроизводить этот фильм и демонстрировать или пересказывать его содержание. Ко дню ДЭС США и Британия сосредоточили в Англии огромные военные силы 3 миллиона человек. 21-я британская группа армии Монгомери проходила подготовку на западе Англии перед отправкой в Нормандию. Агенты Гарбус скрупулезно докладывали о ее реальных перемещениях. Но они также докладывали о перемещениях огромного числа воображаемых солдат первой группы армии США. 22 дня до дня Д. В Проколхёрсте замечены грузовики 3-й канадской дивизии. 16 дней до дня Д. Грузовики с эмблемой в виде красного ромба на синем круге. 11 дней до дня Д. Лев на желтом квадрате эмблема 115-й дивизии. В Брайтоне большое скопление солдат этой дивизии. Составленные агентами Гарбу описание странных эмблем выдуманных дивизий на юго-востоке Англии подтолкнули немцев к нужным англичанам выводам. Гарантией успеха было то, что немецкие аналитики самостоятельно складывали детали головоломки. Они заранее склонялись к определенным выводам и имели готовое представление о том, как выглядит картинка на коробке с головоломкой. все сходилось как нельзя лучше. Полученные сведения укрепляли веру немцев в том, что мишенью был по-деколе. Но окончательно их в этом убедило сообщение Гарбу, что командовать первой группой армии США будет генерал Джордж Паттон. Они относились к нему с огромным уважением. Он был страстен и известен своей неистовостью. Каким, по мнению немцев, должен быть генерал. Поэтому его назначение командующим группой армии для нанесения основного удара в Паттокале было совершенно логичным. Для усиления обмана за несколько недель до 6 июня 1944 года союзники сделали основной целью бомбардировок не Нормандию, а Паттокале. Пять дней до дня Д 1 июня 1944 года. Перехваченное радиосообщение немцев показало, что обмануть их относительно места высадки похоже удалось. Японский посол в Берлине генерал Асима встретился с Гитлером в его резиденции в Бертисгадене. Думаю, что после ряда отвлекающих маневров, заверил его Гитлер, они нанесут удар основными силами через Дуврский пролив. Но цель дезинформации состояла и в том, чтобы обмануть немцев и в отношении срока наступления. Агенты Гарба докладывали, что у американцев наблюдается нехватка припасов и что американским новобранцам еще требовалась подготовка. Немцы сделали вывод, что союзники будут готовы к вторжению не раньше конца лета. Оставалось еще более двух месяцев. Гитлер предсказывал, что любые действия, предпринятые до этого срока, будут отвлекающими. В действительности угроза вторжения уже нависла над немцами. 6 июня 1944 года. День Д. 6 июня 1944-го. Военно-морские и воздушные силы союзников нанесли удар по немецкой обороне по линии фронта длиной в 100 километров. Это была одна из крупнейших в истории операций по высадке морского десанта. Время плащ lightning герб плащ и плащ на Войска союзников атаковали пять пляжей в Нормандии между Шербуром и Гавром. В решающие первые сутки была поставлена задача захватить плацдарм высадки, занять высоты и создать линию фронта глубиной в 16 километров. Но эта важная задача не была выполнена. Войскам вторжения, отчаянно цеплявшимся за французское побережье, была нужна дезинформация, чтобы спасти день Д от катастрофы. Первая победа разведки состояла в том, что нападение застало немецкое верховное командование полностью врасплох. Роммеля даже не было во Франции. Он уехал домой в Германию на день рождения жены. Другие генералы слишком поздно осознали, что началось новое наступление. И только когда Роммель ближе к вечеру вернулся на фронт, он сделал именно то, чего союзники боялись больше всего. Он приказал перебросить две ударные танковые дивизии, 40 тысяч солдат и танки из Пады-Калле в подкрепление войскам в Нормандии. Хрупкий плацдарм союзников был бы сокрушен ошеломляющей огневой мощью этих закаленных в сражениях бронетанковых дивизий. Их нужно было остановить любой ценой. На третий день после дня Д, 9 июня, Гарбу отправил самый важный отчет в своей удивительной карьере. В этой критической ситуации политика дезинформации с помощью мелких фактов, подталкивающих противника к собственным выводам, была отброшена. На этот раз Гарбу решил прибегнуть к большому обману, надеясь, что немцы его проглотят. Сохранится ли их доверие к Гарбу, когда на него больше всего рассчитывают? Хотя проводимая операция является крупномасштабной, писал он, она имеет отвлекающий характер. Гарбу заявил, что высадка в Нормандии предпринята с целью отвлечения немецких резервов и даже осмелился предположить, что второй удар, вероятно, будет нанесен в Паде-Кале. Пуёль открыто требовал отправить свой отчет напрямую немецкому верховному командованию. По сути, Гарбу говорил немцам не отправлять подкрепление в Нормандию. Но не слишком ли далеко он зашел? Англичане с нетерпением расшифровывали перехваченные сообщения немцев. Почуют ли немцы неладные и бросят ли все силы в Нормандию? Доклад Гарбу действительно передали на самый верх. Его завизировал сам Гитлер. Поразительно, но диктатор сделал так, как ему было сказано. Через несколько часов после того, как Гарбу передал сообщение, продвижение бронетанковых дивизий было остановлено и приказы о передислокации дивизии 14-й армии в Нормандию отменены. Харрис и Пуёль стали героями дня. Но не особо рассчитывая на то, что этого обмана хватит, они продолжали заваливать немцев мелкими фактами в поддержку версии о наступлении в Паде-Кале. Десятый день после дня Д. Сообщение о прибытии 59-й дивизии армии США в район Харвича. Шестнадцатый день после дня Д. Агент номер 7 докладывает об активности сил 1-й армейской группы в районе Грейвсэнда. Двадцать пятый день после дня Д. Четыре свежие дивизии прибыли в подкрепление 1-й армейской группы для предстоящей высадки в Паде-Кале. Сведения Гарба о подготовке 2-й, более крупной высадки подтверждались данными воздушной разведки Люфтваффе. На семнадцатый день после дня Д немцы отправили следующее сообщение. Имеются убедительные свидетельства завершения подготовки к операции по высадке и выброске воздушного десанта. Сообщения о концентрации десантных судов в бухтах Восточного побережья также заслуживают внимания. Но все было не так, как казалось. Картонные самолеты, фанерные грузовики, надувные танки и макеты десантных судов были размещены в портах Восточного и Юго-Восточного побережья Британии, где Люфтваффе могли их фотографировать. Кто отличит настоящие самолеты от макетов на этих кадрах? Уж точно не противник. Немецкое Верховное командование настолько поверило дезинформации, что весь июнь и часть июля немцы держали две бронетанковые дивизии и 300 тысяч пехотинцев в Паде-Кале. В ожидании вторжения, которое так и не состоялось. Ослабление немецкого подкрепления в Нормандии имело решающее значение. Наступление союзников захлебнулось. Они не могли прорвать оборонительные линии немцев. Жестокая мясорубка продолжалась, пока в конце июля американские войска не вырвались из Нормандии и не прошли вглубь Франции. Вклад Гарбу в успех высадки в Нормандии очень трудно переоценить. Если бы 6 июня 44-го года состоялся танковый контрудар, который смел бы войска союзников назад в море, война затянулась бы еще на два года. Поэтому кампания по дезинформации имела критическое значение для успеха этой крупнейшей авантюры. Пока Гитлер в отчаянии отдавал все менее и менее реалистичные приказы, остатки немецких дивизий поспешно отступали. К середине сентября войска союзников освободили Францию. Немцы так и не узнали, что первая группа армий США была мифом. 29 июля 44-го года Карлос сообщил Пуйолю о его награждении железным крестом в признании его заслуг перед Германией. Известие о получении немецкой награды потрясло Гарбо. И из секретных досье нам теперь известно, что это подвигло Ми-5 на то, чтобы выхлопотать ему орден Британской империи. И Пуйоль был также удостоен звания кавалера ордена Британской империи за его заслуги перед Великобританией. Уникальная двойная почесть для уникально успешного двойного агента. После окончания военных действий Пуйоль нашел своего немецкого куратора Карлоса, который скрывался в Испании. Карла Эриха Кюленталя захлестнули эмоции, когда он вновь увидел своего друга, своего лучшего агента. Кюленталь умер в 1974-м, так никогда и не узнав об обмане. Пуйоль опасался мести со стороны нацистов, если они узнают, кто он на самом деле. Он покинул Англию в июне 1945 года на гидроплане Сандерлэнд. К 35 тысячам песет, которые немцы заплатили Пуйолю ранее, Ми-5 прибавила 15 тысяч фунтов. Поблагодарила его, и Пуйоль просто исчез. 15 лет спустя, в 1959 году, сообщалось о его смерти от малярии в Анголе. Но когда речь заходит о Хуане Пуйоле, не всегда можно верить тому, что говорят. Я подозревал, что он все еще был жив. Мастер дезинформации до последнего вздоха. Писатель и журналист Найджел Уэст решил провести расследование и, несколько раз пройдя по ложному следу, нашел Пуйоля живым и здоровым, работающим в компании Shell Oil в Венесуэле. Найджел Уэст убедил Пуйоле вернуться в Лондон, где принц Филипп, герцог Эдинбургский, желал лично поблагодарить его за услуги, оказанные Британией. Орден Британской империи был с гордостью приколот на грудь Пуйоля. Четыре года спустя Хуан Пуйоль умер в возрасте 76 лет. Пуйоль и Харрис сплели паутину лжи, которая запутала немцев, ускорила окончание войны и спасла жизни тысяч союзных и немецких солдат. Гарбо всегда старался держаться в тени. И только однажды, выйдя с мокрыми от слез чеками с одного из кладбищ Нормандии, он сказал, «Я знал, что спас десятки тысяч жизней, но считаю, что сделал недостаточно». И это было истинным подтверждением его необыкновенных личностных качеств. Программа к показу подготовлена компанией «Эсдиа-Медиа». Перевод Владимира Семежонова текст читал Роман Антонович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова